доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити я давно достаточно наверное года три-четыре-пять назад уже не помню но в истории кому будет интересно может посмотреть записывал подобное видео она достаточно психологически сложная но секретно это видео она раскрывает маленький незначительный но витальный крайне жизненный секрет любого специалиста работающего в области психического здоровья людей речь шла в том видео и в этом видео пойдет о том же самом существует много различных теорий самых разных самых разнообразных их их может быть несколько десятков различных рода терапий психотерапии психокоррекции психотерапией занимаются врачи психиатры со специальностью психотерапия мы скромные психологи занимаемся психокоррекции так вот если говорить о психокоррекции не вдаваясь там медикаментозные методы лечения которые не лечат а убивают ну ладно это не моя епархия не буду об этом говорить может быть когда-нибудь запишу по этому поводу отдельное видео но тем не менее существует каста медицинских клинических психологов они находятся как правило в клинике в отделениях где-то на приеме работают и соответственно эти люди проводят диагностику прежде всего дифференциальную диагностику и крайне редко их привлекают каким-то психотерапевтическим психокоррекционным работам как правило в этих работах они находятся на вторых ролях то есть все таки ведущими людьми этим занимающимся являются психотерапевты как я уже сказал то есть психиатр изначально затем получивший субспециальность по переподготовку прошедший там трехмесячные курсы психотерапии как правило это люди увлеченные психиатрии редко кто из них идет из психиатров идет на психотерапевтов но некоторые идут и в общем то прекрасно себя в этом чувствуют в этой деятельности они не знают психологии я тоже об этом записывал неоднократно видео очень интересное посмотрите ниже если будет кому-то интересно психиатры не знают психологии психотерапевты не знают психологии но тем не менее оказывают психотерапевтическую помощь сводящуюся к тому что они также как и психиатры психотерапевты я имею ввиду назначают какие-то лекарственные средства к добру ли козлу ли но назначают существуют медицинские клинические психологи которые знают психологию знают хорошие специалисты знают ее от а до я они как правило хорошие диагносты диагносты лучше нежели врачи-психиатры с их ограниченным и примитивным методом наблюдения единственным ну и куда деваться эффективным куда уж пошло чё тут спорить наблюдают за пациентами выставляют свои нозологические диагнозы медицинские психологи выставляют диагнозы симптоматические или синдромальные если обобщать классификации они существуют их фактически работоспособных две ну и вот значит психологи выставили какой-то диагноз его подтвердил врач психиатр проколол амитриптизином значит пациентика своего значит все он вышел из острого состояния при шизофрении амитриптилин и все такие дела ну я шучу 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 вышел значит он продолжает лежать в отделении может два месяца положено лежать то пациенту любом психиатрическому ну и соответственно не с ними начинает работать если таковой есть в отделении или в клинике начинает работать психотерапевт тот же психиатр тире суд специальность субспециальностью психотерапия перехожу ближе к делу много теорий с чего я начал много теорий существуют разных методов психотерапии существуют и психокоррекции но действенный из них один реально это так на самом деле вот есть существует такой метод называется этот метод он может быть вариант вариативность этих этого метода очень много о них можно почитать в специальной литературе они не очень распространены просто так их не загуглишь их придется поискать каких-то специальных методических указаниях там книгах теоретических статьях но об этом методе мало пишут но его многие знают психотерапевт это точно должны его знать они пользуются там гешталь терапии динамической терапии поведенческой когнитивные какой угодно ладно не об этом сейчас речь методов действительно много помощи людям медикаментозная то есть человек сидит на таблеточках параллельно там занимается психотерапии в клинике или не в клинике а приходит на частный прием платный предположим хорошо соответственно метод настоящий единственный который был разработан еще в советские времена и значит только он применялся нормальными хорошими специалистами психиатрами тире психотерапевтами адекватными людьми которые действительно это знали и использовали они подвергали эти люди астракизм и не принимали всякие психо и динамические направления метод фрейда но и все такое все такое собственно я тоже туда вырос это же мы и даже словах моих интонациях вы наверняка чувствуете вот эту такую несколько поверхностно пренебрежительную поверхностно облегченное отношение к этим всем гештальтом и же с ними метод советской психиатрии был выработан только один будем так и горит психиатрии был выработан только один и этот метод назывался тройной контроль вот он здесь у вас на экране вы его видите метод тройного контроля или еще иногда его называли ну как бы между собой психиатры знающие психиатры со стажем называют к к к 3k тройной контроль река я сейчас открывать буду большой большой секрет который тщательно скрывает настоящие психотерапевты можно работать гипнозом можно работать динамическими методами да то есть динамической психотерапии гештальт терапии когнитивной поведенческой как я уже говорю повторяюсь простите меня пожалуйста что такое тройной контроль открываю секрет человек выходит из острого психоза состоянии он перестает видеть бабочек которые на него пикируются страшной силой это конкретный случай но их у меня в голове десятки сотни я знаю слышал с коллегами общаюсь постоянно соответственно значит вышел он из психоза перестал кричать на вязках лежать там связаны полотенцами в лучшем случае не проволокой тип у меня на язык и значит врач психиатр психиатр психотерапевт начинает такую процедуру иногда присутствует еще один человек допустим медсестра может быть их там врач медсестра ну и соответственно собственно пациент психиатрический психиатрической клинике метод может быть применен при разных видах нозологии то есть и при жезофрении и пневротических каких-то расстройствах самое 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 главное как его определить то есть если дать определение методу тройному контролю или методу 3к это возвращение человека в реальную действительность реальный жизненный мир не зря у меня здесь вот на этом листочке вордовском написано визуальный аудиальный тактильный то есть у нас есть три основных есть еще понятно обоняние так далее но основных у нас три то есть мы видим мы слышим и мы тактически тактильно ощущаем не тактически прошу меня простить а тактильно ощущаем чувствуем горячо холодно ну и так далее понятно о чем речь идет видим визуально что-то оцениваем слышим что-то какой-то звук и соответственно тактильно ощущаем допустим теплоту холод шероховатость поверхность ноутбука вот на котором все это пишется я сейчас поглажу его пальцем стала пусть рядом стоящий кружки с кофе соответственно я ощущаю это тактильно все это слышу как шумит ноутбук вижу как и что написано на этом экране соответственно воспринимаем мир то есть ощущаю вас при воспринимаю этот мир ощущение восприятия работают низшие психические функции и соответственно чтобы помочь человеку острым и уже не психотическом мы уже но еще остром состоянии заводят его в комнату в кабинет в какой-то допустим врач психотерапевт с медсестрой и горят хорошо иван иванович вот подойдите к этому столу пациент слышит этот звук голоса врача может может быть даже могут предложить закрыть глаза но тем не менее можно разнообразить этот метод тем не менее говорят видите этот шкаф вижу значит человек визуально воспринимает шкаф или стол неважно что вы с подойдите к ним тактильно человек идет он ощущает работает вестибулярный аппарат он подходит к этому столу шкафу не знает чему угодно и ему говорят дотронетесь до него человек дотрагивается до этого шкафа кабинете допустим у специалиста чувствует его структуру там некую неровность что ли да как не знаю правильно назвать одним словом процедура продолжается от не менее часа от нет такого можно сколько угодно может быть пять минут а потом если он еще психозе он скажет да что вы тут со мной делаете его тут успокойся 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 и тут же шустую палату и на вязочки на вязочки полотенчиками привязывают если он не до конца вышел от этой ушел от этой ситуации острого психотического состояния испытывая бред галлюцинации какие-то там и так далее может быть это продолжаться если человек вышел он делает себе ремиссию вышел из психоза адекватен более-менее хотя это большой большой вопрос его могут там минут 40 50 час 2 3 как правило врачи ленятся счет такого там нет ничего сложного нет они обучают медсестру и начинают значит медсестры с этими пациентами работать основной метод психотерапии у нас при советских временах да и сейчас собственно какой метод трудотерапии кто может оттаскает полотенце там снимает белье больным подметает чистить снег трудотерапия но есть метод щадящий 3к и медсестра значит обучившись этому методу ходит с этим пациентом по небольшому кабинету площадью допустим 13 квадратных метров 14 квадратных метров на обычному кабинету не специальному какому-то отведенному под это дело обычный кабинет и от медсестра значит марь ванна начинает ходить с пациентом час-два-три чем дольше это продолжается тем лучше они могут сделать перерыв на обед на завтрак там я не знаю на ужин и дальше продолжить эту процедуру они подходят и трогают столы стулья медсестра обязательно команды да то есть как бы аудио дает аудио посыл можно постукать по этому столу костяшками пальцев услышать этот звук говорит она пациенту можно значит включите воду умойтесь допустим если да если есть вода в кабинете почувствуйте теплоту вот этого растения цветка который стоит на подоконнике что вы ощущаете то есть задаются какие-то вопросы и человек как бы направляется что ли да то есть его возвращают в мир реальности вся процедура направлена на одно простое явление чтобы вернуть человека в мире реальности звуков визуальных каких-то образов тактильных ощущений и так далее то есть человек возвращается из мира грез фантазий мир объективной реальности этот метод фактически второй метод как это но это анекдот конечно большей степени второй метод после трудотерапии использовался в советской психиатрической тире психотерапевтической школе и этот метод не требует каких-то особых знаний умений выполняется я повторюсь еще раз врачи ленятся им это не интересно но они обучают 1 2 сеанса проводят с медсестрой или с одной даже медсестрой с несколькими медсестрами и значит медсестры дергают этих пациентов вот они уже выходят все нормально у них они уже не кричат от ужаса и своих каких-то внутренних мыслей переживаний лежа стеной к стенке на своей кровати уже какие-то контакты между ними там между пациентами прежде всего происходят они начинают реагировать но медсестер отзываться на что-то им говорят давайте пойдем на психотерапию или на трудотерапию надо отнести значит вещи тюки грязным бельем спустить сейчас приедут значит из прачечной и мужичок или женщина начинаешь значит этим заниматься но медсестра параллельно то есть при таком отношении адекватным пациентам на западе понятно господи в германии больные психиатрии они же больны то головой они телом они играют в теннис они играют там шахматы шашки бильярд они гуляют очень много я наблюдал его в таких клиниках смотрел как работают мои коллеги это удивительно это классно это не пижамы это не засанство это нормальный человеческий уход хорошая пища питание как из ресторана то есть психиатрические больницы в германии извините меня питаются как мы не питаемся никакой ресторан в екатеринбурге она недалеко от меня находится город крупный екатеринбург ни единый ресторан екатеринбурга не готовит такую пищу которую готовит и кормит конь клинический центр психиатрический дата психоневрологический центр германии в каком-нибудь мюнхене больные там едят такие фуа-грас ананасами реально которые нашим ресторатором города екатеринбурга даже не снились ну ладно не об этом речь а речь о методе методе тройной контроль или к к к к визуальный идеальный и тактильный контроль возвращение человека из мир грез и фантазий мир реальности реального мира вот такая вот интересная методика метод лечения ними не медикаментозный психокоррекционный психотерапевтический если угодно и вернее так не психотерапевтический именно психокоррекционный метод надеюсь вам было интересно если будут какие-то вопросы задавайте их под этом и под видео пишите мне на электронную почту ставьте лайки вообще эту фразу ненавижу не люблю вообще он первый или второй раз произношу ее ставьте лайки под этим видео я надеюсь что это видео поможет кому-то из слушающих нас видео аудиослушателей нашего канала вполне возможно что у них нечто подобное происходит жизни им это требуется и это им необходимо метод тройного контроля или 3к на этом все благодарю за внимание и удачи вам